так вот порезала лук миленько сейчас готовлю значит маринад маринад состоит 150 миллилитров воды 150 можно 100 даже миллилитров уксуса потом где-то грамм 50 сахара лаврушечка ну к сожалению гвоздички у меня нет вот такой вот сварили маринад сейчас надо его будет остудить выключаю плиту уже так надо будет его сейчас остудить и ну можно еле-еле тепленьким залить лук лук должен мариноваться так вот у меня маринад остыл значит сейчас я заброшу него лук и он будет мариноваться маринад еле-еле тепленький должен быть так морковочку со свеклой я промыла сейчас еще промою картошку и буду все запекать так вот картошечку тоже промыли 5 картошин на один салат и на другой салат два салата у нас картошка поэтому я сразу запеку именно все 10 картошин они такие как бы не маленькие размером принципе среднего вот и дальше будем двигаться теперь я вот нарвала здесь фольгу такими листочками ну вот как бы размер не знаю понятно не понятно на видео теперь значит стоит у меня соль вот я уже получается две картошины так завернула вот и стоит растительное масло значит что мы делаем мы берем по две картошки вот так вот вложим по середине потом подсаливаем не надо сначала растительным маслом так вот немножечко чуть-чуть сюда чуть-чуть сюда так вот и подсолить вот так вот и сейчас будем заворачивать хорошенько фольгу заворачивать ну вот я уже часть какую-то завернула картошечку это и сейчас это все проделываю также со свеклой значит поливая маслица как чуть-чуть и присаливаю сверху так все из закутываю фольгу и потом поставим выпекаться также и морковь также картошку также и свеклу я считаю запеченные овощи они структура намного лучше нет от этой вязкости особенно картошка когда выделяет крахмал и получается что ее но она более такая влажная а здесь она когда запечется она более сухая и легче натирать ее либо резать так сейчас ставим запекаться поставила запекаться значит при 200 градусах значит ну где-то минут пятьдесят сорок пять посмотрим по времени как будем проверять ножичком вот ребят уже запекла овощи достала сейчас раскрою пусть остывают и будем дальше потом готовится латик сейчас отвариваю яйца значит подсаливаю вот так вот воду так яйцо опускаю на водичку так варим ровно десять минут мне надо сварить семь яиц в соленой воде варю яйца десять минут ровно так вот я уже отварила яйца значит и сразу в холодную воду в ледяную воду даже у кого есть лед можно лед добавить чтобы они хорошо чистились так ребят подготовила все овощи запекла яйца отварила и делаем селедку под шубой салатик с наступающими вас так я уже так немножко натерла картошечку распределила вот так вот и и по все окружности немножко даже так прессануть ее чуть-чуть можно ничего страшно сейчас будем наносить сверху майонез сеточку делать с майонеза тяжело идет вот так я ребят выровняла следующий слой будет лук маринованный смотрите предыдущее видео там я подготавливала показывала как и что так закидываем лучок от маринада понятно я его освободила сейчас тоже выравним по всей поверхности я делаю так сначала идет картошка лук потом селедка потом морковь яйца только в завершении уже но яйца нам надо отделить от желтков потому что желтки пойдут для украшения сверху салата так я его пока не смазываю майонезом сейчас идет у нас селедка селедка у меня в норвегии здесь вот такая вот она соленая похожая на нашу ну как у нас в украине сейчас мы ее будем нарезать кубиками вот я ее достала из упаковки вот так она выглядит целлофани сейчас я ее раскрою и нарежу кубиками вот было здесь в упаковочке 4 филешки значит вот три четвертую я сейчас уже порезала чем мельче нарежете тем меньше костей попадется поэтому старайтесь чем мельче тем лучше вот так у меня получилось как бы с четырех филешечек ну кольцо у меня не маленькая поэтому наверное на 23 скорее всего потому что как бы я по картошке поняла что кольцо большое вот ну сколько получится столько получится так сейчас разравниваем селедочку по всей окружности на лучок там куча везде была селедка немножко так и и прессуем так и сейчас я вот отделяю получается яйца белки от желтков тру морковку яйца тру на мелкотерке белок именно свои слои пойдет у нас белок ну а потом уже свеколку так вот я яйца значит белки отделила желтков сейчас будем натирать белочки добавлять их в слой салата желтками мы украсим салат сверху так ребята тут нанесла я все-таки немножко небольшой слой майонезика так сейчас значит закидываю яйца тоже распределяем по всей поверхности так стараемся чтобы везде попали яйца не сильно много но ничего страшно так что то ямка поэтому как разокрою сейчас ты морковку и майонезиком дальше так сейчас я значит свеклу натерла на терке морковь потерла на терке ой надо было и желток но ничего сейчас попозже так значит и сейчас свеклу смешиваю с майонезом и потом уже буду выкладывать дальше слои так уже выложила я морковочку теперь майонезе немножко сейчас хорошенечко распределим по всей моркови вот так вот распределила я сейчас закидываю свеклу тоже распределяю и украшаю желтком ну вот ребятушки что у меня получилось вот такой у меня салатик сельдь под шубой на 2024 год моя елочка ну это одна из елочек на кухне которая радует глаз вот так вот салатик готов один буду делать еще второй смотрите дальше видео продолжение следует